Еще пару лет назад возможность оставить палатку дома оказалась туристом фантастика. А теперь же каждый, кто захочет отправиться в путешествие по Уральским горам, может быть уверен в своей безопасности и теплом ночлеге. А на сложные маршруты могут выходить не только подготовленные туристы, но даже мамы с детьми и пожилые люди. Человек получает комплексную безопасность от природных условий тяжелых, от диких зверей, а территория получила и палатку сочетание. Природный туризм становится новой отраслью экономики нашей страны. И первопроходцем в этом деле стал курорт Роза Худер. В планах руководства развить туристические кластеры на Камчатке и Сахалине. А в Сочи уже следующим летом планируется открыть новые экотропы и лагеря. Причем это очень качественные экологические лагеря будут. С тем, чтобы можно было получить в случае необходимости и медицинскую помощь, и эвакуацию, и какие-то другие сервисы. То есть мы как раз стремимся совместить с одной стороны экологию и природу, а с другой стороны высочайший уровень сервиса и безопасности, что тоже очень важно. И, к сожалению, то, чего часто не хватает в таком диком экологическом туризме. Природный туризм уже пользуется большой популярностью. Это не только выезд на природу. На самом деле он может включать в себя и научный туризм. Например, под руководством опытных сотрудников любители могут наблюдать за птицами. Бёрд-вотчинг – новый вид отдыха и пока еще не развит. Экологический природный туризм – это не только территория опыты, это в целом территория нашей большой необъятной страны. И здесь, конечно, важно определить правила игры, важно понять, что можно, что нельзя, какая, в принципе, суть, что, в принципе, вкладывается непосредственно в это понятие, и уже исходя из этого двигаться дальше. Нужно, конечно, создавать условия для того, чтобы не только наши соотечественники путешествовали, хотя это основная наша задача, но и чтобы как можно больше народ приезжал из-за рубежа. Кому можно показать и вулканы Камчатки, и Кольский, и Кавказ, и Урал, и так далее. Главная проблема развития природного туризма – отсутствие законодательной базы. Как ее разработать, решают ученые и политики со всего мира во время конференции. По итогам будут сформированы предложения, их рассмотрят в Госдуме. Кстати, депутаты уже разработали законопроект о внесении изменений в закон о классификации гостиниц. Он разрешит принимать гостей даже фермерам, если те предлагают агротуризм. Для спокойной работы владельцам подсобного хозяйства надо будет только зарегистрироваться в налоговой.